Так, ну что, давайте начинать. Мы в первый раз с вами рассматривали устройство нейронных сетей, то есть с точки зрения математики, как они выглядят, из каких элементов состоят, и посмотрели так кратко то, как их можно обучать. То есть метод градиентного спуска и то, как это может выглядеть в реальности. В принципе, это такой курс молодого бойца, чтобы понять, что такое вообще нейронные сети. Вот, сегодня мы посмотрим на некоторые ответвления в этой части, касающиеся обучения. Это будет касаться вопросов чувствительности нейронных сетей, то есть насколько стабилен этот результат обучения. И, если успеем, начнем новую тему, связанную с тем, как на практике применяются нейронные сети. То есть будем рассматривать конкретные примеры их использования. Значит, мы сейчас начнем с того, что продолжим, скажем так, прошлую тему, тему обучения нейронных сетей. Такой достаточно забавной тематики, связанной с тем, как люди пытаются обманывать нейронные сети. То есть суть вообще всех этих экспериментов стоит в том, чтобы понять, насколько устойчиво результат обучения сети. То есть вы, напоминая, да, что для того, чтобы обучить нейронную сеть, вам нужно подобрать огромное количество примеров. И для этих примеров вы, по сути, подгоняете коэффициенты нейронной сети для того, чтобы получать на выходе то решение задачи, которое у вас формулировалось в виде вот этих примеров. То есть, например, если это задача распознавания изображений, то у вас есть примеры изображений и описание того, что на этих изображениях нарисовано. И задача нейронной сети подобрать так коэффициент, то есть алгоритм обучения, подобрать так коэффициент таким образом, чтобы нейронная сеть могла распознавать такие изображения с минимальной ошибкой. То есть, по сути, повторять те результаты, которые ей подсовывали. И дальше применять те же самые весовые коэффициенты, ту же самую модель для того, чтобы производить распознавание изображений на каких-то других, другие картинки и подсовывать, да, и получать тоже правильный ответ. Вот, то есть мы посмотрели, как это делается, как это может быть устроено с точки зрения математики. Вот сейчас вот такое небольшое ответвление, да, касающе того, насколько вообще все это устойчиво. То есть мы не знаем, как устроена нейронная сеть, мы не понимаем, как она работает, там десятки миллионов коэффициентов, что там на что влияет, никто этого толком объяснить не может. Вот, и, соответственно, на вот этой вот благодатной почве появилось целый ряд исследований, которые пытаются обманывать нейронные сети, то есть они берут обученные модели и пытаются их поломать, то есть чтобы они начинали выдавать всякую ерунду. Ну, с ума, короче говоря, сходить. Ну, первая статья, она такая, одна из первых была, опубликована в 2015 году еще, которая брала вот эту базу данных, которую мы с вами кратко в одной лекции рассматриваем, то есть это база данных изображений, ой, это база данных букв, цифр, то есть рукописных изображений, рукописного текста, и пытаются подобрать некоторый метод, как обманывать нейронную сеть. Значит, ну, суть их метода сводится к тому, что они говорят, что вот, как бы, классификатор, он работает следующим образом. Значит, он берет, ну, просто на самом деле пример, да, потому что у вас есть некоторые, здесь берется просто линейный классификатор для примера, то есть как он работает, да, у вас есть некоторый набор весов, W есть входящий объект, описываемый, ну, какой-то вектор чисел, да. Перемножая этот вектор на вот этот весовый коэффициент, вы получаете некоторое число, которое характеризует то, к какому классу вы относитесь. По сути, это та вот картинка, которую мы рассматриваем, да, где нужно было провести прямую, отделяющую точки одного класса от точек другого класса. Вот, и они вводят такой специальный терм, который характеризует некоторую добавочку к изображению, с помощью которой они пытаются обмануть нейронную сеть. То есть они пытаются вот эту линию разделяющую передвинуть там либо влево, либо вправо для того, чтобы начать обманывать сеть. И подбирая разного рода коэффициенты, они пытаются вот таким образом анализировать чувствительность алгоритмов обучения, алгоритмов классификации, то есть уже обученных алгоритмов классификации, то, чтобы понять, где вот границы дозволенного, да, то есть после чего там нейронная сеть начинает, например, с ума сходить. Ну, то есть такая простая идея, значит, для того, чтобы вот… И, собственно, суть их методов в том, что они вот пытаются посчитать вот эту ню, эту добавочку, которую нужно к изображению прибавить, чтобы обмануть классификатор. Ну, например, тут приводят, да, для линейного классификатора, то есть это еще не нейронная сеть, это линейный классификатор. Вот у них, они вот предлагают вот так ее считать, то есть вот эту вот ню, да, вот эту добавку к изображению. То есть у вас есть некоторый параметр, Epsilon, который вы… Ну, просто некоторый коэффициент, который домножается на специальное изображение. Ну, по сути, если это классификация изображения, то это просто картинка. Картинка, которая масштабируется с помощью Epsilon, да. А картинка, на самом деле, это просто знак от градиента вашей функции обучения. То есть, помните, там целевую функцию задавали, да, которая показывает, насколько вы близко находитесь к тому состоянию классификатора, который вы хотите получить. Ну, по сути, это, например, это просто квадрат ошибки может быть. То есть вы берете изображение, вернее, вы подсовываете изображение и говорите, что это тут кошечка, котик, например. И там система вам выдает, что это котик. Значит, у вас ошибка ноль. Если это там не котик, а собачка, значит, там ошибка один, условно говоря. Вот. И дальше вот по всем изображениям там все это суммируется и получается такой итоговый функционал. Вот. То есть здесь θ – это вот ваши коэффициенты нейронного стиля, вообще коэффициенты классификатора. x – это входное изображение, y – это класс, к которому вы относитесь. Ну, то же самое можно и для систем управления, да, привести, что θ – это параметры вашего регулятора, x – это датчики, а y – это то управляющее воздействие, которое вам нужно выдать. Вот. То есть, в принципе, принцип тот же самый, да. И смысл в том, что, зная вот градиент вашей модели, вашего классификатора, вашего там, не знаю, регулятора, который вы пытаетесь настраивать, вспомнить адаптивное управление, вот, зная этот градиент, вы можете там взять его знак, этого градиента, и, используя небольшой параметр, подобрать вот этот параметр таким, чтобы у вас ваш вот этот интеллектуальный приборчик или интеллектуальный классификатор начал просто с ума сходить. Вот. Ну, и вот здесь вот такой пример приводится, да, то есть, там, взять всего там такой вот совершенно, ну, такой безобидный шум, который накладывается на изображение, приводит к тому, что, например, исходный, исходный классификатор, да, он там линейный, он с вероятностью 60% говорил, что это панда. Ну, то есть, более-менее правильно, да. Накладывался вот такой вот шум, это знак, да, и еще он там в тысячу раз слабее делался, накладывался сверху, да, и все, сразу… Почти как бы панда превращалась в гиббона с вероятностью 100%. То есть, по сути, отличить вот человеку, отличить вот эти две картинки практически невозможно. Ну, как бы это просто незаметно, потому что вот этот коэффициент 0,07, да, он очень маленький, он, ну, почти незаметный, там буквально совсем чуть-чуть меняется изображение, причем оно так рандомно меняется, ну, исходя из вот этой функции, которую они, да, получается такой, по сути, шум некоторый, получается, накладывается, да, и сразу же все, классификатор сходит с ума просто. То есть, он, то, что человек, в принципе, не видит разницы между двумя этими картинками и в обоих случаях распознает их как панду. Ну, вот, линейный классификатор, он практически сразу совершенно другой класс вперед. Вот, но он выбирает гиббона, потому что они настраивали вот этот Y, у них был вот этот гиббон. То есть, они пытались, вот это вот изображение панды, да, для изображения панды они пытались подобрать такой вот, вот такую вот картинку, да, с шумом, якобы с шумом, хотя, на самом деле, это не шум, это знак градиента в каждой точке. Вот, и еще вот такой коэффициент пороговый, да, после которого система начинала классифицировать итоговое изображение не как панду, а как гиббону. То есть, вот, вот вам и ваша умная коробочка, которая в очевидном случае начинает просто врать откровенно. Вот, то есть, к вопросу о чувствительности, да, вот всех этих систем обучаемых, что если об этом не задумываться, о чувствительности, то есть, не проверять эту чувствительность, да, то, как бы вообще говоря, вы можете очень сильно пострадать. То есть, то, что вы на обучающей выборке очень классно поработали, да, у вас там какой-то шум появился, не знаю, если это камера, с того, что там автомобили, или с того, который там распознает нарушения на дороге, да, то есть, там буквально снежок пошел, и все, и у вас, короче, все пошло на смарку. Вот, ну, это вот такая вот одна из первых работ, которые пыталась анализировать. Ну, понятно, что это были и другие работы, но такая самая известная работа. Значит, ну, что тут еще интересного? Вот они тут пытаются уже на примере распознавания символов, то же самое показывают, то есть, как бы говоря, есть вот, они тут рисуют весовые коэффициенты для изображения, вот, и тот патч, который они накладывают на изображение, ну, вернее, его знаки, да, то есть, это не сам патч, это знак, который накладывается на каждое изображение. Вот, то есть, и они вот на примере этой базы MNIST, где вот рукописные разные символы показывают, вот, чем отличается, например, да, что вот нужно, чтобы здесь поломать классификатор. То есть, здесь слева это чистая, ну, чистая база, то есть, чистое изображение, которое классифицируется. Справа это с наложением некоторого патча, то есть, человек, в принципе, может распознать, что здесь нарисовано. Вот, но машина уже, как бы, ошибается, она уже не в состоянии, они начинают путать классы. Вот, то есть, в принципе, здесь показано, что вот если просто в лоб обучать классификаторы, то, конечно, они будут очень классно работать на вашей очищенной выборке. Вот, но как только вы их пытаетесь применить вот для каких-то таких уже сложных случаев, там начинают сразу ошибки возникать. Вот, ну, в принципе, там тот же самый, то есть, они тоже считают его ингредиент по тому функционалу, так пытаясь обмануть, то есть, грубо говоря, они целенаправленно пытаются обмануть систему. Задавая вот для вот этого, для вот этой вот картинки, да, они постараются задать какой-то специальный класс, и эта картинка применяется в какой-то конкретной картинке. Вот, то есть, грубо говоря, на каждом, на каждом изображении вот есть свой, есть свой определенный шум, который приводит к полной дисквалификации этого классификатора. То есть, он начинает принципиально другой результат показывать. Причем шум этот, на самом деле, не очень большой. Вот такая вот забавная статья. Ну, и вот они тут еще анализируют тут, что более сложные нейронные сети, то есть не вот линейный классификатор, как наверху, да, а такой более сложный. Вот и показывают, что нужно сделать, чтобы, то есть, что нужно сделать, чтобы дополнительно обезопасить себя, да. То есть, ну, по сути, если вы можете обмануть сеть, то есть, ну, в самом деле, для чего это нужно? Не того, чтобы обмануть сети, для того, чтобы понять, что нужно делать для этого, да. То есть, для того, чтобы, на самом деле, обучаться, вам нужно не только вот, как мы в прошлом, на прошлом занятии рассматривали, что, там, мы взяли какую-то функцию, там, загрузили кучу изображений и прошли-ка в центр понастроили, и все, пошли дальше работать. Нет, недостаточно этого. То есть, вот, если вы знаете, что вот можно вот так поступить, да, вы можете это использовать для того, чтобы повысить устойчивость вашей сети. То есть, по сути, вам нужно в процесс обучения добавлять помимо исходного изображения, да, вот у вас есть база, там, 20 миллионов изображений. Значит, помимо исходных изображений, вам нужно также считать вот такие патчи с разными значениями и их также добавлять в вашу обучающую выборку. То есть, чтобы сеть училась распознавать не только вот эти изображения, но еще и вот эти вот возмущенные. Вот, то есть, вы целенаправленно начинаете тренировать сеть на то, чтобы распознавать вот такие вот ситуации, да. То есть, какие-то возмущения дополнительные, которые могут, там, радикально поменять поведение. То есть, по сути, речь идет о том, что вы должны, имея какую-то обучающую выборку, не просто прогнать ее, а вы должны на основе этой обучающей выборки сгенерировать, там, выборку, там, в 100 раз больше за счет вот таких вот разнообразных патчей для того, чтобы обезопасить себя от возможных вот таких вот ошибок. То есть, речь даже не о том, что там кто-то будет специально вашу сеть обманывать. Речь о том, чтобы, если там, ну, понятно, что в реальной жизни у вас всегда будут какие-то возмущающие воздействия. И вполне возможно, что вот такое вот, ну, похожее возмущающее воздействие будет обусловлено просто какими-то помехами, например, в передаче сигнала. Либо каким-то, там, снежок какой-то пошел, да, там, и добавил какой-то лишний шум на ваше изображение, там, налип, там, на камеру, на объектив, да, и у вас там немножко где-то что-то поплыло. И вот чтобы у вас после этого, там, панда не превратилась в гиббон, вам нужно обязательно на этапе обучения, подготовки вашего классификатора, проводить вот такое вот дополнительное дообучение. Ну, на самом деле, просто перед обучением, то есть некоторые при процессинг вы должны генерировать огромное количество дополнительных примеров, вот исходя из вот таких вот простых правил, да, так как, то есть, зная, как можно обмануть, вы должны использовать это знание для того, чтобы лучше подготовиться, то есть сгенерировать вот на основе этого знания дополнительные изображения, которые вроде бы внешне не сильно отличаются от исходного, но, тем не менее, значительно повышают устойчивость вашего алгоритма, то есть классификация становится более надежной, повышает надежность, по сути, вашей системы. Вот, это очень важный момент, про это немногие пишут, к сожалению, ну, я имею в виду всякие там туториалы, да, по нейронным сетям, по алгоритмам обучения, что на самом деле тут такая очень тонкая грань, то есть можно действительно подготовить сеть, которая на данных будет классно работать, но как только вы встретите реальные примеры, она начнет вам просто откровенно врать, и потом вы замучитесь разбираться с тем, в чем, собственно, проблема. Вот, ну, здесь вот просто пример приводится, здесь приводится, визуализация некоторого выхода нейронной сети, то есть результат, который, после которого там происходит некоторая классификация, да, слева тут получается, ну, они называют это наивно натренированная сеть, да, которая выделяет целый набор признаков, ну, и, по сути, это некоторый коэффициент усиления, карта коэффициентов усиления для вот этого, этой нейронной сети, вот. Вот, и получается, что вот эта сеть, а справа у вас сеть уже, которая с использованием вот этой вот расширенной выборки, когда вы нагенерировали много других изображений на основе исходного, да, вот у вас она такая более грубая, то есть она уже не так чувствительна к этим шумам, вот, и видно, что, как бы, на самом деле просто количество признаков, которые сеть использует, оно становится намного меньше, за счет того, что вот вы увеличили вашу обучающую выборку, да, вроде как изображения похожие, но, тем не менее, не совсем похожи, вот, и тем самым вы, как бы, огрубили систему, то есть у нее коэффициенты такие стали более равномерные, то есть такая произошла своего рода регуляризация, за счет которой вот вы обезопасили себя вот таких вот флуктуаций влево-вправо, после которых у вас все совершенно наперекосяк начинает идти, то есть вот эта сеть, которая влопа обучена по примерам, которые у вас есть, она оказывается такая более чувствительная ко всем изменениям, то есть вы подсовываете ей похожее изображение, она начинает давать какой-то совершенно другой результат, это вот особенность как раз нейронной сети как черного ящика, да, то есть вроде бы на примерах все нормально, а чуть-чуть другое подсунули, и все наперекосяк, вот, чтобы этого не было, нужно обязательно вот делать дополнительное волшебство, да, в процессе обучения, чтобы такие ситуации избегать, вот. Ну, понятно, что зная градиент, вы всегда можете подобрать, в каком направлении нужно эти возмущения делать, чтобы нагенерировать огромную выборку и по результатам получить такую более грубую нейронную сеть. Ну, это вот такой один из подходов, да, ну, вот еще тут интересно, да, они просто тут анализируют на примере одного символа распознавания четверки, то есть они пытаются вот этот вот эпсилон, который у них они использовали как параметр для того, чтобы обманывать нейронную сеть. Вот этот эпсилон – это знак при… сейчас где-то… знак при вот этом вот градиенте, да, то есть выбирая эпсилон, вы можете как бы управлять чувствительностью, то есть чем больше эпсилон, тем больше вы нагенерируете вот таких вот изображений, вот, и тем сильнее будет это вот возмущение, то есть это некоторый параметр, который вы выбираете при… при вашем… при генерации обучающей выборке. Вот, и они вот тут приводят пример, да, то есть варьируют этот эпсилон, у них тут сразу, видите, начинает разъезжаться, то есть изображение начинает меняться, то есть вот начинает проявляться вот это вот возмущение. Они вот тут его рисовали для изображений. Вот оно, да. Вот они начинают его применять с разными эпсилонами и показывают, что вот насколько вообще устойчиво, да, этот классификатор, то есть он чуть-чуть вот поменялся, да, вот в желтеньким обведены варианты, который нейронный… ну, как бы, который классификатор хорошо распознает. Вот, как бы, ну, в отрицательную он как-то дольше проходит, да, вот, и дальше там все хуже, 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 да, и то же самое в положительную сторону, да, то есть вот тут, в принципе, человек еще может распознать. Здесь еще человек может распознать, да, а машина, все, она уже начинает ошибаться. Вот, ну, вот такая вот интересная статья, которая показывает, насколько хрупок этот мир, вот, ну, тем не менее, если вы знаете об этом, вы можете это использовать. Значит, есть немножко другой подход тоже к обману, он такой более подлый, значит, тут… Идея стоит в том, что они на изображение приклеивают какой-то фейк, ну, по сути, вот они, они, по сути, придумали такую волшебную картинку, которая умеет обманывать любые классификаторы. То есть у вас есть исходное изображение, и вы на него там где-нибудь там такой нашлепок делаете, и после этого как бы у вас все портится. То есть у вас был банан, да, на фотографии, там они такой нашлепок сделали сбоку где-то совсем, получили тостер. Ну, вот такая вот тоже веселая статья. Как вот такие вот патчи придумывать? Значит, особенность отличия там от предыдущего варианта, то есть в предыдущем варианте авторы, они брали конкретное изображение, и конкретный класс, который они хотели получить на выходе, то есть они из панды превращали в гиббонов картинку, да, то здесь как бы немножко другой подход. Они просто берут базу изображений и пытаются на этой базе как бы путем оптимизации, опять же, с помощью того же метода градиентного спуска получить некоторое изображение, некоторый набор точек, применяя которые на произвольном изображении из базы, вы получаете нужный вам класс. Вот, то есть такой более универсальный подход. Но это уже больше такой хакинг. То есть если вы хотите взломать там какую-то систему, ну не знаю, например, вы не хотите там штраф платить за превышение скорости, вы там какой-нибудь стикер вешаете на свою машину, вот, и камера, которая там распознает знаки, она просто с ума сходит. Она видит эту картинку и просто мозг срывается у нее. Вот, то есть вот такая, короче, идея. Ну, понятно, что они не для того, чтобы камеры обманывать, а не для того, чтобы показать, насколько хрупок этот мир, вот, и дать людям, занимающимся классификацией, тоже некоторые идеи о том, как предотвратить такие проблемы. То есть опять же речь идет о том, что помимо некоторых, то есть мы в первом случае, мы пришли к выводу, что нужно оптимизировать не только на ваши обучающие выборки, да, но еще как бы расширять выборку за счет того, чтобы там вводить какие-то возмущающие воздействия, зависящие от градиента для разных классов. Вот, и здесь, на самом деле, еще другой момент, да, вы должны быть готовы к тому, что на вашей картинке может появиться какая-то вот приблуда, вот как вот здесь нарисован, какая-то билиберда, да, похожая на какое-то нефтяное пятно там, какое-то масло там пролили, да, вроде ничего такого, ничего особенного, да, но у вас банан сразу превращается в тостер. То есть такая достаточно красочная иллюстрация. Вот, ну, как они вот получают такую магию, да, они вот, у них вот есть тоже. Ну, тут понятная идея такая, что вы берете какое-то произвольное изображение, берете вот этот волшебный патч и дальше применяете набор трансформации. То есть можете поменять локацию, можете покрутить этот патч, можете его промасштабировать, сделать большим-маленьким, вот получить изображение, которое будет там просто обманывать классификатор. Ну, и вот они вот предлагают для поиска вот таких патчей и предлагают тоже такой функционал, то есть некоторая функция, которую нужно оптимизировать по тому же методу кредитного спуска, например. То есть тут самое интересное, вот эта функция PR, да, то есть наложение патча. Значит, у вас есть сам патч, это вот то, что вы хотите получить, вот эту вот картинку волшебную. Значит, и есть функция, которая определяет, насколько этот патч хороший. Исходя из этой функции, вы подбираете, по сути, пиксели на вот этой картинке. Вот, и здесь вот есть целевой класс, на который вы хотите, чтобы ваша, на который вы хотите обмануть, например, систему. То есть, например, у вас там машина зарегистрирована на Иванова, вы хотите, чтобы камера распознавала вашу машину, как машина записана на Петрова. Вот, Петров — это вот Y, который вы хотите получить. Вот, а X — это вы, то есть это Иванов. Говоря, а P — это вот тот патч, который вы должны приклеить стикер на ваш номерной знак, чтобы ситкамера начинала распознавать ваш номерной знак не как номерной знак Петрова, а как номерной знак Иванова. Вот, и есть вот еще разные трансформации. То есть, L — это, по-моему, vacation, да, это где этот стикер наклеить, и T — это transformation, то есть как его повернуть и как его промасштабировать, какого размера его сделать. Вот, имея такую функцию, вы можете, опять же, методом градиентного спуска подобрать, ну, или, там, каким-то другим методом оптимизации, там, хоть рандомным поиском, вы можете подобрать вот такой патч, то есть его размеры, то есть, во-первых, какое изображение будет, да, и как его трансформировать. То есть, какого он должен быть размера, и где он должен размещен быть на изображении. Вот, то есть, ну, и здесь особенность отличия, например, от предыдущего подхода, где брались конкретные картинки, здесь речь идет о том, что нужно брать не конкретное изображение, а целую базу изображений, то есть, например, они вот берут, сейчас где-то они тут писают, в общем, в Мейджинет мы тоже обсуждали базу, где там хранятся больше 20 миллионов изображений с метками, что это такое, то есть с различной там долей вероятности, вот, и они берут вот эту базу и на ней вот вычисляют вот эту вот коэффициент, то есть, чтобы для всех изображений, для всех возможных трансформаций, там, положений и классов, ну, они брали один класс, тостер, то есть, они хотели любое изображение привести в тостер, короче говоря. Вот, и они подбирали такой универсальный патч, такой стикер, да, который можно наклеить на изображение, после которого ваша система классификации, она просто сходит с ума, и вместо там собаки начинают показывать тостер. Вот, и вот, вот как бы их эксперимент. И они для проверки просто брали несколько известных моделей, которые на вот этой базе ImageNet натренированы, там, это, ну, это просто название моделей, там, ResNet, Inception, Exception, VGG, там, и так далее. То есть, это вот пять моделей, которые они взяли для того, чтобы проверить, насколько этот вообще патч, что он из себя будет представлять. Вот, и также они там еще проверяли саму картинку тостера, который, ну, грубо говоря, их идея состоит в том, что у вас вот есть пять, четыре эксперимента, да, они брали, вот, первый эксперимент, просто брали одну модель, пытались подобрать, ну, здесь они, видите, нарисовали зависимость от размера изображения. То есть, вот этот стикер, который они приклеивают, да, у него есть определенный размер по отношению к изображению. Вот, они смотрели чувствительность, опять-таки, да, то есть, после какого процента занимаемого на изображении, там, вместо собаки будет классифицироваться тостер. Вот они взяли, четыре эксперимента у них было, ну, самый простой это черный, да, это контрольный эксперимент, когда вы просто приклеиваете тостер сюда. Ну, изображение тостера, вот оно здесь, вы его приклеиваете и начинаете постепенно увеличивать в размере. и вот в какой момент у вас там вместо собаки будет классифицироваться как тостер. Вот, видите, там где-то вот, из какой вероятности, да, то есть, где-то там до 10% там почти вообще никак не влияет, то есть, он будет как собаку, да, и потом постепенно начинает расти, 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 где-то к 50%, там уже почти всегда это будет тостер. И есть вот три эксперимента с их вот патчем, который они нашли. То есть, это эксперимент для одной модели, то есть, они взяли, ну, здесь написано было, детали, неважно, то есть, из пяти моделей они взяли просто одну модель и натренированную на ней, натренированный на ней пример. Вот они получили там вот такой вот стикер, да, который нужно наклеивать и смотрят вот как вот этот стикер, по мере увеличения процента занимаемого на изображении, как быстро будет расти ошибка. Вот, видно, что там где-то после 10%, да, уже там, ну, так, достаточно в 40% случаев возникает ошибка. Вот, потом второе, они брали, как бы, ансамбль, то есть, они обучали не на одной, не для одной модели обучали, да, имейджинг какой-то, не знаю, не только там на инцепшн, да, они брали просто обучение, обучали, пытались получить стикер, экспериментируя на вот пяти моделях сразу. То есть, разные, разные архитектуры, разные модели нейронов, разные конфигурации, разные коэффициенты, но для всех них придумать вот один какой-то патч, один стикер, наклеивая который, они будут обмануться. Вот, ну, здесь уже, как бы, устойчивость чуть больше, да, у системы, то есть, он вот такой вот, у него немножко другой стикер получился, вот, и, ну, тем не менее, все равно где-то вот после, не доходя еще даже до 20% изображения, то есть, занимая меньше пятой части, больше даже, наверное, одну десятую часть изображения, ну, наверное, где-то вот, ну, это, наверное, будет, ну, да, вот это где-то, ну, где-то вот такое, да, стикер помещая, уже, как бы, возникает такая достаточно сильная ошибка. Вот, ну, и третий, это Black Box, такой наиболее реалистичный вариант, при котором они тренировались на четырех моделях, а валидировали на пятой модели. Вот, то есть, грубо говоря, на некотором новом классификаторе пытались применить такой патч. Вот, ну, здесь, конечно, уже она более устойчивая, но по сравнению даже с реальным тостером, да, то есть, как бы, здесь получается, что вот такая вот атака, она гораздо эффективнее, чем просто помещение тостера на изображение. Ну, то есть, идея, я думаю, понятна, что если вы помещаете сюда два объекта, то в определенный момент у вас сеть начнет распознавать тостер, а не картинку, ну, когда он будет расти. Вот, а здесь, как бы, показывается, что вот если специальный какой-то стикер сделать, какую-то билиберду нарисовать, то он, на самом деле, ошибается гораздо быстрее. То есть, там, занимая 10%, уже резко начинает ошибка расти в распознавании. Вот, такая вот интересная статья. Здесь вот еще немножко другое. Так, сейчас надо только нечто понять. А, это вот по технике они, то есть, как они обучали, да, на разных моделях. А здесь, честно говоря, не могу сразу сказать, тут, по-моему, по трансформациям у них идет. Вот, ну, это надо просто почитать, да, тут детали. Ну, неважно. Короче, смысл в том, что вот, там, грубо говоря, две вот таких статьи. Первый, говорилось о том, что нужно возмущающее воздействие добавлять к изображению. И, сейчас надену тут. Сейчас, подождите. Так, значит, тут просто добавлялось возмущающее изображение, да, и получалась некоторая картинка, которая обманывает. Вот, соответственно, чтобы такие проблемы решать, нужно вашу обучающую выборку дополнительно расширять за счет вот таких вот возмущений. То есть, вы, в принципе, знаете, как посчитать. То есть, для разных классов, для разных вот этих вот параметров Epsilon, или это, как оно правильно называется, вы должны там нагенерировать новых изображений, чтобы повысить устойчивость вашей системы. Вот, то есть, в принципе, все достаточно просто прозрачно. Ну, а здесь то же самое. То есть, вы, опять-таки, для разных классов, для разных изображений, вы генерируете вот такие вот стикеры, разнообразным образом их помещаете, и тоже таким образом расширяете обучающую выборку. Вот. Ну, конечно, к чему это ведет? К тому, что у вас, скажем, имея миллион изображений, у вас там будет несколько миллиардов размер обучающей выборки. Вот. Но, тем не менее, если вы хотите использовать нейронные сети и не бояться, что кто-то вас там обманет, то, конечно, нужно всегда об этом помнить, что такие вот достаточно безобидные изменения в ваше, ваше изображение, ваше обучающую выборку, они могут привести к каким-то совершенно радикальным ошибкам, которые могут возникать в вашей системе. Вот. То есть, этого не нужно бояться, нужно просто это знать и всегда помнить об этом. Особенно, если вы будете там не котиков собачьих классифицировать, а решать какие-то задачки более серьезные, там, связанные там с промышленностью, с техникой, с технологиями. Вот. То есть, это нужно всегда помнить. То есть, есть вот такой вот подводный камень при использовании классификаторов и регрессии и прочих моделей, которые функционируют по принципу черного ящика. Что вы не всегда знаете, как они себя ведут, но, тем не менее, исходя из того, как вы эту систему обучаете, вы можете предположить, что если что-то пойдет не так. Вот. То есть, вот это что если нужно всегда иметь в голове. Так. Ну, у нас время подходит к концу первой лекции, первой части, да, у нас скоро отключат. Значит, давайте сейчас перезайдем и пять минут перерыв сделаем. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ